Добрый день всем. Дилан из Beta City здесь. Знаешь ли ты, что прошло почти пять лет с тех пор, как испанский разработчик Линдс Воркс выпустил свой оригинальный хит, вдохновленный стелсом? Так что давай подготовим наших звезд ниндзя и выясним, будет ли продолжение еще лучше в нашем последнем эпизоде, должен ли ты тоже играть в Айгами. Как только ты начнешь играть в Айгами Ту, ты заметишь не только улучшенную графическую точность, но и то, насколько отличаются элементы управления в игре в целом по сравнению с выпуском 2016 года. В некоторых областях почти день и ночь, и некоторые модернизации имеют большое значение для того, чтобы выделить это долгожданное продолжение. Одним из новых важных дополнений является возможность видеть, кто или что находится за углом. Несмотря на то, что это довольно распространенная функция в стелс-играх, таких как The Last of Us, она также очень хорошо работает с Айгами, помогая поддерживать темп и планировать свой следующий шаг. В отличие от оригинала, оригинал часто заставлял тебя останавливаться на каждом повороте, а затем постоянно вертелся вокруг камеры, как легкая добыча, у которой было слишком много кофеина. Этот аспект определенно заточил мои шестеренки через некоторое время. Я знаю, что некоторые люди предпочитают естественный подход, но я никогда не был самым большим поклонником этого стиля. Еще одна желанная функция, это возможность выбивать врагов, вместо того, чтобы просто скрытно убивать каждую цель, и на этот раз игрок действительно может убрать любую потенциальную жертву прямо с глаз долой. Это по праву здорово, так как помогает избежать этой разочаровывающей механики обнаружения из оригинала, когда какой-нибудь охранник случайно наткнется на труп, который вы срубили посреди дороги. Самое лучшее в этой функции, без сомнения, то как вы можете быстро схватить врага, подойти на пару шагов к краю карты, а затем внезапно сбросить его со скалы, чтобы его больше никогда не видели. Это просто так приятно. Никто не найдет этого парня на дне океана, но если серьезно, выбивание врагов – отличный способ расчистить путь и получить несколько легких званий S для всех вас завершающих типов. Поскольку большинство миссий, на которые отправляется игрок, требуют сложного пути обратно к стартовому порталу. Если оставить кучу выведенных из строя врагов вне поля зрения, это легко сократит время вашей миссии и даст вам очень востребованный бонус без убитых врагов на экране результатов. Что еще лучше, так это то, что это позволит тебе полностью избежать боя. Еще одно новое дополнение, которое на самом деле никогда не кажется правильным. Вместо того, чтобы быть убитым лучом света, как в первой записи, игрок действительно может дать отпор в этом продолжении. Как бы то ни было, боевая система кажется мне слишком сложной на мой вкус. Это заимствует механику калибра Стэммина из игр Соулборн, но по какой-то причине кажется таким странным. Если бы я мог подвести итог бою во второй армии в трех словах, это был бы полный беспорядок. Но то, что и близко не сравнится с Янком, это мечтатели о способностях. Это очень весело использовать навык призрака, чтобы вырваться из щекотливой ситуации или убить врага с помощью техники кровавого дыма, чтобы убрать цель под густым скрывающим туманом. Даже клише-ниндзя, такие как Сюрикен и Барьер Дымовой Завесы, создают некоторые захватывающие игровые моменты, которые также предоставляют игрокам еще больше возможностей для выполнения миссии. Говоря о миссиях, так устроена и армия. В принципе, у кого-то из города есть бизнес, о котором нужно позаботиться, и конечно же ты будешь тем, кто возьмет слабину. Каждая выполненная миссия дает опыт, золото и другие полезные вещи для улучшения вашего персонажа с помощью бонусов и улучшений способностей. Плюс, ты даже можешь объединиться с двумя другими игроками, используя перекрестную игру. Однако, мы не смогли протестировать функции кооператива. К сожалению, сами миссии в основном сводятся к тому, чтобы просто убить цель или расследовать дела в этом районе. Хотя ядро оригами тоже всегда держит скрытность на переднем плане, и, честно говоря, это кажется невероятно интуитивным. Помимо боя, трудно критиковать общий игровой процесс, кроме того, что Shadow Leap на этот раз немного привередлив, но это в значительной степени так, когда дело доходит до негативов. История тоже находится где-то между этими миссиями, хотя здесь вряд ли что-то происходит, если быть до конца честным. Да, уже забыл большую часть сюжета. Так, тебе тоже стоит поиграть в оригами. Ну, если у тебя есть даже самый мимолетный интерес к стелс-тайтлам, то обязательно посмотри это продолжение. Тебе даже не нужно играть в оригинал, просто прыгай прямо сейчас и в старые добрые времена расправься с несколькими головорезами. Игровой процесс настолько затягивает. Как только ты начнешь открывать все новые способности и начнешь осваивать управление, с тех пор все будет только лучше. История и персонажи практически не существуют, но это не то, для чего ты здесь в целом. Помимо пары промахов в боевом отделе и нескольких других придирок здесь и там, вторая армия более чем стоит цены за поступление. О, и я упоминал, что музыка довольно впечатляющая. Пора собираться, парни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...